Анализируй статистику, сравнивай свои достижения с друзьями. IGMA.com Ну а я вам сегодня расскажу про японские и советские танки. И сейчас вы, ребятки, видите на своих экранах японский тяжелый танк 10 уровня. И да, 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 как я и предсказывал в ответах разработчиках последних, 10 уровень у японцев это Type 2605. Огромная, огромная махина, которая по размерам на минуточку больше Мауса. Этот мастодонт будет оснащаться 140-мм корабельным орудием, прямо как ИС-7. К сожалению, характеристики танка пока что неизвестны. Но хочу сказать, что скорее всего бронирование у него будет, ой-ой-ой, какое толстое. А теперь мы немножечко шагнем назад и посмотрим на японский тяжелый танк 9 уровня. И сейчас, ребятки, вы поймете, почему я сначала показал вам десятку, но без характеристик. И теперь 9 уровень, но тут уже будут полные характеристики предварительные и коллижен модель. Посмотрите на корпус этого тяжелого танка под названием Type 4. Ничего не напоминает? А если с другого ракурса? Посмотрите на лючок мехвода, на пулемет, на ВЛД. Ну ладно, ребят, не буду вас мучить. В общем, корпуса у тяжелых танков японских 9 и 10 уровней очень и очень похожи. А значит, ребятки, что вполне возможно и бронирование там будет достаточно близко. Но к бронированию мы вернемся чуточку позже. Сначала просто о характеристиках Type 4. Судя по внешнему виду и судя по цифрам, у Type 4, как это водится, в топе будет такая же пушка, как у тяжелого танка 10 уровня. То есть это все тоже 140-мм орудие, снятое с какого-то корабля. А теперь смотрим, что же оно может. Пробитие 249. Урон 600. Согласитесь, весьма приличная альфа. Это как раз вот такая вот золотая середина между альфой И-7 и альфой Е-100. У И-7 130 мм, у Е-100 150 мм. А тут у нас появляется японский тяжелый танк, у которого 140 мм и альфа 600. Очень неплохо. Урон в минуту, ребятки, пока что 2000. Но я думаю, это предварительные характеристики. Точность. Точность, конечно, печальная. 0,4 на 100 метров. Сведение, в принципе, такое. Среднее. 2,7. У ВН-ы хорошие. Минус 10 пушка опускается и плюс 20 пушка поднимается вверх. Скорость поворота башни у Тайпа-4 слабая. Всего лишь 19 градусов в секунду. Это, ребятки, если не ошибаюсь, меньше, чем у Мауса. Подвижность. Мощность двигателя 1200 лошадей. Но при этом масса танка 160 тонн. А значит у нас 7,5 лошадиных сил на тонну. Ну, танк будет, ребятки, слоупочный. Такой же слоупочный, как и все остальные японские тяжелые танки. Увы и ах, тут никаких изменений. Максималка вперед, 20 км в час, назад 10. В общем, это такой вот большой, бронированный, огромный передвижной дот с весьма мощным орудием. А, ну и кстати, ребятки, что касается бронирования и количества ХП. Количество ХП на 9 уровне будет одно из самых-самых высоких. 2050. То есть, по этому показателю, Type 4 может даже конкурировать с некоторыми танками 10 уровня. И, ребятки, как я уже не раз вам говорил, прочность внутренних модулей у этого японца и у многих других будет очень высокая. 270, 200, 200, 260. Вы сами видите, что что-либо закритовать японским тяжем будет достаточно сложно. Ну и, наконец-то, ребятки, броня. То, собственно говоря, ради чего вы, скорее всего, да и я тоже, будем качать эту ветку. Ведь мы хотим бронированные, огромные машины, которые будут офигенно танковать урон. Итак, лоб корпуса 250 мм. Борта корпуса 140. Лоб башни 250. Борта башни 200. Броня гусениц 50 мм. Но это, ребятки, конечно, все условные цифры, потому что VLD у Type 4 достаточно сложной формы. Там и люк мехвода есть, и есть нечто вроде бы NLD, и есть под наклонным кусок VLD такой квадратный. И есть там еще настройка одна, настройка вторая. Ну, в общем, все не так уж просто, как казалось бы. Поэтому давайте мы посмотрим на коллижен модель с циферками. Итак, смотрим. Тут вы видите несколько зон. И каждая из этих зон имеет разную броню, и, конечно же, из-за наклонов разную приведенную броню. И давайте я перечислю, какая же есть приведенная броня в каждой из зон. Зона номер 1. Снизу вверх от 285 приведенной брони до 340. То есть пробить вот это вот VLD под наклоном, зону 1, будет очень и очень сложно. Даже несмотря на то, что там нет 250 мм во лбу, а там только примерно где-то 150. Зона номер 2. Ее можно условно назвать НЛД. Там у нас, ребятки, 262 мм брони. И хотя у этой зоны практически нет никакого наклона, но, тем не менее, пробить ее тоже будет сложно. Зона номер 3. Оно же гнездо пулемета. 252 мм брони. Зона номер 4. Небольшой такой скос между ущелью мехвода и пулеметом под наклоном. Там у нас будет 306 мм брони. Зона 5 и зона 6 это, можно сказать, щеки Тайпа 4. Они, ребятки, тоже будут очень хорошо бронированы и они еще, конечно, под наклоном. В зоне 5 будет от 338 мм до 360. В зоне 6 от 327 мм до 354. Зона 7 вокруг маски орудия. 275 мм. Зона 8. Лоб башни. В среднем 254 мм. Зона 9. Там, ребятки, нет смысла говорить о броне, потому что происходит рикошет любыми доступными калибрами. И зона 10. Это лючок. Но там, ребята, на минуточку 260 мм. В общем, что можно сказать по итогу? По итогу, ребята, Тайп 4, а вместе с ним, скорее всего, и японский тяж 10 уровня, эти танки будут очень, очень хорошо бронированы. Наверное, даже лучше, чем славно известный Маус. Я лично для себя вижу пока что одну уязвимую зону. Это, конечно, вторая, оно же НЛД, и это гнездо пулемета. И там, и там будет 250-260 мм брони. И по меркам этого тяжеловеса, ну это как бы маловато. Что можно сказать? Корее всего, дорогие зрители, главными противниками японских тяжелых танков будут ПТ-САУ 10 уровня на голде или без, и, конечно, артиллерия. Во всем остальном, эти огромные сараи будут представлять довольно серьезную опасность для своих противников. Особенно с орудием, у которого альфа целых 600 единиц. Ну и последний танк, о котором я хотел бы с вами сегодня поговорить, это очередной новый советский средний танк 10 уровня. Называется он Т-22СР. СР, я так понимаю, переводится как средний. Внешне, ребята, этот танчик очень похож на Объект 907, и, в принципе, оно так и есть. Это один из его ранних прототипов. Вот что нам сообщает Википедия. Макет бронекорпуса А-22 на основе катанных бронелистов предельного угла наклона создан был в 1949 году. Пробные обстрелы показали высокую защищенность макета от бронебойных снарядов больших калибров. На его основе создан был эскизный проект среднего танка Т-22СР. После проработки ходовой и общей схемы компоновки, работы были свернуты. Удачные решения впоследствии были использованы в работе над Объектом 907, то есть над тем танком за глобальную карту, который уже есть в нашей игре. А теперь давайте посмотрим на характеристики. Пушка обычная, как для советских танков. 264 пробития, 320 урона, ДПМ 2800. Точность хорошая. 0,31 на 100 метров. Сведение тоже, ребятки, я бы даже сказал, отличное. 1,8. УВНы. Ну, как для советов, неплохие. Минус 5, пушечка опускается. Это, ребятки, как у Объекта 140, если я не ошибаюсь. Подвижность. Мощность двигателя у нас 750 лошадей, а масса 36 тонн. Это значит, что у нас удельная мощность 20 лошадиных сил на тонну, как у Т-54. То есть, в принципе, динамика нормальная. Максималка, конечно, не самая высокая, но при этом 55 км в час это достойно. Прочность. 1900 хп. Броня. Лоб корпуса 100 мм, борта 80, лоб башни 230, а борта башни 170. Если, ребята, посмотреть на коллижен модель, то видно, что корпус не будет, конечно, супер-пупер держать удары десятых уровней. Но при этом даже всего лишь 100 мм под такими наклонами иногда будут давать непробития и рикошеты. Потому что наклон действительно очень и очень хороший. Но основная броня у этого среднего танка, конечно, сосредоточена на башне. Башня, ребятки, будет держать удар. Это лично мое мнение. Потому что 200, 230, 210 мм под очень хорошими наклонами в приплюснутой башне, это все значит, что этот танчик сможет выглядывать из-за холмов, отстреливаться и вытанковывать снаряды 9-10 уровней. А учитывая, что у него УВН-5, а для советских танков это, как бы, хороший показатель, то это высовывание из-за холма еще обещает быть и комфортным. Так что, ребятки, у нас получается на 10 уровне. Хорошая советская пушка с хорошей точностью и ДПМом. Хорошая динамика, как у Т-54. И, в принципе, неплохая броня с непробиваемой башней. Очередной имба советский СТ. За что он будет даваться, пока что неизвестно. Но я лично предсказываю, что это будет очередной танк за глобальную карту. Чтобы получить который, придется изрядно попотеть на ГК вместе с вашим любимым кланом. Вот такая вот, ребятки, у нас сегодня информация с супертеста. Пишите в комментах, что вы думаете по поводу японских тяжелых танков 9-го и 10-го уровня, их орудия и бронирования. Будет ли им достаточно этой брони, учитывая их размеры и слоупочность. И, конечно, можете, наверное, даже не писать ничего по поводу нового советского СТ-10. Потому что и так понятно, что это очередная имба. Наверное, уже как-то скучно становится от засилия советских СТ. Я бы даже, наверное, хотел увидеть что-то новое немецкое, или британское, или, возможно, американское. Потому что советские СТ скоро будут вообще везде. Но это такие мои мысли. На этом, дорогие зрители, я с вами прощаюсь. Жмите лайк, подписывайтесь на канал и увидимся в новых выпусках. Чао, какао! Субтитры подогнал «Симон»!